В Московской области с 1 января 2019 года проходит реформа системы сбора, хранения, переработки и утилизации мусора. В соответствии с ней вывозом ТБО на территории Одинцовского городского округа сегодня занимается компания «Русский региональный оператор». Именно с ней необходимо заключать соответствующие договоры. За 9 месяцев почти все управляющие компании и частные домовладельцы это сделали. А вот представители бизнеса пока еще среди отстающих. Незнание закона не освобождает от ответственности. Выявили торговые объекты, которые не заключили договор. Сегодня у нас представитель технического контроля выдал предписание. Я думаю, что в дальнейшем это сподвигнет и другие юридические лица заключать договоры. И хотелось бы сделать акцент на том, что необходимость существует. Сегодняшняя ситуация складывается такая, что мусор у нас мы сами видим, бросают где попало. И я думаю, система пока у нас не сможет реализоваться, пока мы все не заключим договоры и не будем действовать в рамках законодательства. По словам представителей муниципалитета, сегодня меньше половины торговых точек вывозят мусор в соответствии с действующим законодательством. Нередко владельцы предприятий заключают договоры на утилизацию ТБО с сомнительными фирмами, а не с уполномоченным регоператором. От наказания такие договоры не спасут. А штрафы за нарушения в этом случае предусмотрены немалые. От 70 тысяч рублей для ИП до 400 тысяч для юридических лиц. Также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток. Некоторые недостатки выявлены. В частности, это индивидуальные предприниматели в основном. В наказаниях грозят часть 1 статья 8.2 КОАП РФ. Там штрафы прописаны в зависимости от юридической, индивидуальной предпринимателя или частного лица. Подобные проверки в ближайшее время будут проводиться все чаще. Представителям бизнеса следует поторопиться и привести свою схему обращения с отходами в соответствии с законом. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.